так это и есть коробка с распаренным взглядом а теперь я просто собираюсь разрезать пленку для продажи как ты можешь видеть поехали так что теперь когда я открываю это и открываю как ты можешь видеть итак с первого места у тебя есть эта брошюра просто как бы даю тебе несколько советов о питании и о том как подключить устройство так это и есть само устройство паровая палуба когда я время от времени поднимаю вот здесь находится адаптер питания который я сейчас просто подниму а затем отодвину коробку в сторону вот мы и здесь вот содержание а это как ты видишь пропаренная палуба так вот оно что прямо сейчас она в своем футляре так что если я открою пластик открой его так что мы собираемся посмотреть как следует еще один видишь этот рукав мы просто очень легко соскользнем а потом у тебя есть дело пока не кажется слишком тяжелым это довольно приличный вес теперь как ты видишь у него есть молния о это нужно оторвать вот так отрежь это теперь мы можем застегни молнию и вот мы здесь вот паровая палуба на мгновение ты так долго ждал я чувствую себя удивительно легким на самом деле он довольно большой определенно больше чем nintendo switch я думаю что 7-дюймовый экран здесь примерно того же размера что и у коммутатора улет но очевидно здесь гораздо больше шасси большего размера с боковыми накладками и здесь есть немного базилика базилика окружающего экрана переходи к аналоговым стик так что я чувствую себя действительно хорошо ты можешь нажать на них как на если ты это слышишь здесь есть несколько симпатичных пуговиц ты такой же это xbox и симпатичный маленький дип-эт еще раз если ты слышишь как здесь щелкает вот одна вещь которая меня действительно интересует это две дорожки опять же это немного сложно включить так что я не уверен в этом но да так что но это возможно по сути предполагается что это имитирует движение мыши так что ты можешь двигать большим пальцем здесь и то же самое здесь так что если ты хочешь двигаться как камера я полагаю тогда вот как бы не настройка параметров а кнопка steam а вот здесь есть кнопка поделиться и как ты можешь видеть здесь несколько кнопок на плече с каждой стороны кнопки регулировки громкости здесь разъем для наушников семья я помню порт usb-c для зарядки а затем конечно кнопку питания у тебя тоже есть интересно вот что у тебя есть какие-то триггеры на спине будет интересно посмотреть как игры используют это как вы можете это настроить но да это довольно удобно как будто они были расположены там где ваши руки будут естественным образом скрипеть когда вы держите их так кроме этого здесь ничего нет как ты видишь здесь нет подставки подобные nintendo switch так что ты не сможешь ее поддержать давай попробуем здесь да так оно и есть нам просто придется лечь так что я думаю тебе понадобится отдельный аксессуар если ты действительно захочешь его поднять но да я пока очень впечатлен это выглядит довольно мило и если мы тоже откроем этот адаптер питания у нас будет у тебя есть идея для этого мы отодвинем это на мгновение в сторону полностью вот так и так valve пояснила что для обзорных моделей нас отправляют только в сша но не волнуйтесь если вы если ты находишься в великобритании или где-либо еще ты получишь соответствующий адаптер для своего за то где ты живешь так что если ты в великобритании ты получишь адаптер для великобритании это только для великобритании как будто у нас есть видение сша так что довольно хорошо так что да это все что есть в коробке или конечно ты получишь здесь некоторые инструкции как здоровье и безопасность извини как гарантия такая информация но у тебя есть что-нибудь в твоей коробке да в общем то так оно и есть так ты получишь адаптер питания саму паровую палубу и этот действительно хороший кейс мы рассмотрим поближе вот так оно и есть вот маленький ремешок чтобы ты мог убедиться что это небезопасно очевидно здесь есть эти канавки чтобы убедиться что ты этого не сделаешь на экране не будет никаких отметок нет нет ну очевидно что там есть что-то хорошее все игры будут цифровыми так что это не будет похоже на игровой набор или что-то в этом роде но да это довольно приятно это похоже на хорошую защиту я здесь чтобы убедиться что ты защищен и так теперь у нас было время настроить steam deck и как вы можете видеть мы установили большое количество игр в steam os у нас также есть это приложение google chrome позволяющее вам просматривать веб-страницы на любом сайте который вы хотите включая xbox game pass если вы этого хотите как ты видишь подними о не могу произнести по буквам это также подчеркивает что это скорее портативный пк чем конкурент нинтендо switch поскольку он может делать все что угодно в основном то что твой ноутбук может делать только с в основном в портативном дизайне так что если ты выйдешь обратно покинь нашу игру на выходе так что у него есть не только несколько отличных приложений и несколько отличных игр но и множество полезных функций так тео нажми здесь кнопку чтобы ты мог пройти через домашнюю библиотеку давай сначала пойдем в библиотеку он классифицирует все ваши игры и посмотрит что наиболее оптимизировано для steam deck так что если ты видишь что есть некоторые из моих игр которые ты можешь увидеть как зеленую галочку в нижней части угла я нажимаю на нее сейчас перейду к информации об игре и она расскажет тебе почему вэлф решили что эта игра полностью поддерживается моей паровой колодой и почему вы должны это лучший способ играть в эту игру давай посмотрим пример где это не подходит тебе оптимизированный так что если мы перейдем к скажем королям-крестоносцам это хороший пример так что если у тебя есть игра для вот ты видишь что это не зеленый и это не так это проверено вместо этого в него можно играть и эта причина ваул по которой не проходит полную проверку на верификацию как ты видишь там написано что тебе возможно придется использовать виртуальную клавиатуру так что это может быть не так эффективно как просто использовать некоторые контроллеры а также некоторые технические аспекты могут быть слишком маленькими потому что это своего рода игра с большим количеством текста и она не предназначена для портативной стены но в то же время в нее можно играть так что ты все еще можешь в нее играть ты можешь оказаться с компрометированным опытом а теперь давайте перейдем к одному последнему примеру игры которая вообще не будет работать давай найдем одного поехали новое новое муат эмазоу так что если ты пойдешь сюда и увидишь что там есть перекрестный огонь подробности и в них будет сказано почему эта игра даже не будет запущена на паровой палубе сейчас есть несколько подобных игр обычно многопользовательские онлайн игры такие как apex legends и destiny 2 потому что это программное обеспечение для защиты от мошенничества сейчас не работает в steam обновление потенциально может означать разблокировку совместимости в будущем но это зависит от разработчика а не от valve так например и нам нужно будет загрузить патч для apex legends для того чтобы когда казалось и это не является гарантией к сожалению valve была достаточно любезна чтобы предложить все эти уведомления которые есть в магазине steam и так как ты можешь видеть мы начинаем есть магазин steam где ты можешь увидеть все эти игры которые ты можешь купить а вот здесь есть раздел здорово на палубе значит ты точно знаешь что каждая игра перечисленная в этом разделе будет оптимизирована для steam deck конечно ты не ограничиваешься этими играми даже если ты рад купить игру которая не обязательно хорошо оптимизирована для портативных устройств ты можешь пойти и все равно купить и установить ее если хочешь как ты видишь если ты отлично играешь на палубе все игры здесь которые я обычно использую это игры которые я уже рассматривал как консоль потому что очевидно steam deck имеет очень похожую систему управления например playstation xbox или switch так что такие вещи как полый рыцарь то что мы знаем о вампире я думаю что мы возможно видели элдина ринга раньше в принципе в любой игре тоже есть все это любая игра в которой использовались консоли должна хорошо работать здесь потому что в ней используется система управления а не клавиатура и мышь но очевидно это не так как я уже говорил это не включает многопользовательские игры где программное обеспечение для борьбы с мошенничеством как бы конфликтует с линукс и немного усложняет его вы знаете давайте вернемся к настройкам держи вот твой друг где ты можешь как бы поболтать с ними чтобы открыть с ними голосовой чат media это место где ты можешь хранить свои скриншоты скачивай чтобы ты мог следить за всеми своими обновлениями и затем в какой игре ты стоишь в очереди а затем если ты зайдешь в настройки здесь здесь есть что-то вроде дополнения к настройкам так что ты можешь играть с настройками столько сколько захочешь чтобы получить идеальную производительность для тебя ты здесь ты можешь проверить наличие обновлений и убедиться что у тебя есть последний патч для моей sd карты чтобы ты мог расширить свой набор хранилища подключись к wi-fi здесь с обоснованиями и нажми насколько они часто дисплей вы можете включить адаптивную яркость если хотите чтобы она менялась с яркостью в зависимости от вашего окружения вот ночной режим так как тебе будет немного легче видеть если ты едешь ночью а ты можешь изменить как часто он ложится спать ой извини давай вернемся продолжай нажимать не на ту кнопку звук переключи громкость и положи его глаза так как ты можешь видеть bluetooth ты можешь подключить свои наушники мышь или клавиатуру прямо здесь контроллер ты можешь настроить его на тактильные ощущения и грохот клавиатура ты можешь снова менять разные стили так что есть дистанционное воспроизведение проверки просмотр вашего хранилища и просмотр вашего микро сколько места у вас осталось на устройстве например как ты можешь видеть по сути у тебя столько же настроек сколько и у обычного пк пойдем домой у тебя здесь тоже есть что-то вроде быстрой остановки на самом деле неплохой минимум когда это не выведет тебя из игры но ты можешь менять настройки на лету если захочешь съемный звуковой микрофон здесь немного ускоряется расширенный просмотр мне очень нравится так как вы можете изменять настройки производительности поехали ограничься 30 кадрами в секунду ты можешь ограничить мощность дипи вместо мощности все это действительно полезно для продления срока службы батареи потому что тогда это очевидно снизит производительность но это может стоить того если вы сможете потратить на это немного больше времени если ты в самолете или поезде и хочешь играть как можно дольше и ты с радостью снизишь частоту кадров чтобы сделать это и как я уже сказал тебе не обязательно выскакивать из игры это похоже на быстрое меню так что действительно полезно очень быстро перейти к нему еще кое-что давай проверим так что если ты будешь удерживать нажатой кнопку включения да позволь мне не забывать об этом переключись в режим рабочего стола так это для людей которые немного смелее относятся к следующему набору материалов но в основном помни что это не просто консольное устройство это портативный компьютер как ты можешь видеть у тебя здесь может быть рабочий стол linux у них уже установлен firefox так что если ты не хочешь использовать google chrome но встроенный int ты можешь вместо этого использовать о вот ты где ты можешь загрузить это или загрузить appstore и ты можешь использовать его как пк с портом чтобы вместо этого загрузить windows если хочешь но тогда тебе придется в основном стереть жесткий диск и ты потеряешь доступ к таким вещам как steam invest очевидно ты можешь отменить это решение ты можешь снова установить steam as но ты не можешь иметь и то и другое одновременно лично я должен им пользоваться так что теперь я бы рекомендовал придерживаться steam us так что я думаю что это просто оптимальный способ играть в нее и я думаю что windows на самом деле не создана для такого портативного устройства как это прежде чем мы закончим давай по-настоящему посмотрим как игры запускаются на паровой палубе и так мы идем давай поиграем в horizon zero dawn потому что я думаю что это похоже на сложная видеоигра трипл эй для тестирования на ней и мы действительно не могли играть в эту игру на портативном устройстве кроме игрового ноутбука это похоже на более портативное портативное устройство например вы не можете играть на нинтендо switch так что да давай загрузим эту игру как ты можешь видеть эта игра установлена на встроенном хранилище а не на antim id но время загрузки у них нормальное потому что это не так есть злые игры к которым ты возможно привык на ps5 но они все еще достаточно приличны чтобы ты мог возродить достойную жизнь я думаю я думаю что это вероятно сравнимо с нинтендо switch может быть немного быстрее с точки зрения скорости загрузки но я я думаю что этого достаточно давай посмотрим что здесь происходит вот так давай продолжим я привык к скорости загрузки на ps5 и юриса еды и вестера не совсем так быстро но я думаю что ты думаешь о ps4 360 вероятно примерно в то же время что и это возможно давай теперь посмотрим вот так ты можешь слышать динамики они на удивление громкие и опять же это horizon на портативном устройстве и я думаю что это выглядит удивительно хорошо давай быстро разберемся в настройках помни это компьютер это не консоль поэтому когда ты переходишь к настройкам графики у тебя есть целый ряд опций для тебя очевидно что это максимальное разрешение экрана так что вы не можете увеличить его например до full hd но если тебе понравятся пресеты у тебя есть несколько вариантов любимая производительность оригинальное любимое качество и превосходное качество так давай установим это на максимальное качество а потом давай в качестве угощения давай посмотрим нажми здесь чтобы повысить производительность просмотра вот так и я не знаю видишь ли ты это ясно но затем он показывает тебе какая частота кадров у него заканчивается так что прямо сейчас это примерно 30 кадров в секунду очевидно что некоторые игроки на пк могут захотеть немного быстрее но я думаю что могу это понять портативный я думаю что это довольно хорошо хорошенький это похоже на то что ты не видишь много падений кадров там происходит много событий и похоже он справляется с этим о я думаю что это довольно невероятно о я думаю что это довольно невероятно для портативного устройства честно говоря мы бы не стали меняться местами изо всех сил пытающийся играть в гораздо менее продвинутые игры, чем The Horizon. Нулевой рассвет. Извини, это похоже на замечательное достижение. Как здесь все происходит, так что давай посмотрим. О, давай сделаем паузу. Так что перестань покупать второй магазин, а теперь мы уходим. Варианты идут быстрее. Давай опустим это до оригинала. Сейчас. Как ты можешь видеть, частота кадров выросла примерно до 45. Теперь немного более стабильная производительность. Еще раз, пауза. Давай зайдем в настройки. Если мы перейдем к производительности, здесь расширенный просмотр. Вы получите здесь несколько отличных опций, так что ограничьте частоту кадров. Это здорово для... Вроде как отмахнись, как я уже говорил, но мы этого хотим. О, это просто исчезло. Вот так. Так что, если ты воспользуешься здесь кожным фильтром FR, я выберу нас. Резкость, это увеличит частоту кадров для вас, используя пространственный переключатель увеличения масштаба. Как ты видишь, частота кадров растет, даже несмотря на то, что мы находимся на одном уровне в игре вещей, сохраняя то же разрешение и сброс. Мы не можем их остановить. Это тоже связано с подбором. Теперь, если ты продолжишь здесь, тогда мы также сможем провести повторный матч с кнопками для этой конкретной игры. Эй, у меня тоже есть некоторые элементы управления персонажем. Так что, если вам не нравится набор для стрельбы с медведем с правильным спусковым крючком, вы могли бы переключить его на другую кнопку, возможно, даже так. Как вы видите, здесь задние кнопки. Я был действительно полезен для того, чтобы добавить дополнительные материалы. Так вот, что мне нравится в Steam, так это то, что в нем так много разных настроек, так много разных опций, в основном как у старого ПК, но в форм-факторе Nintendo Switch. Так что это все, что у меня есть для сегодняшней распаковки. Я надеюсь, тебе это понравилось. Если ты хочешь увидеть больше с паровой палубы, пожалуйста, следите за предстоящим обзором. А затем мы углубимся в мое мнение об устройстве, включая множество подобных характеристик о вашей жизни и дизайне. Я надеюсь, тебе понравилось это видео, и если ты хочешь увидеть больше, пожалуйста, нажми кнопку нравится и подписаться. Спасибо тебе за просмотр.